Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Продолжаем знакомить вас со студийными наушниками. И сегодня у нас очередь дошла до модели HRM6 от небезызвестных пионеров. Давайте приступать! Понятное дело, что как только мы слышим пионер, то сразу же представляем себе диджейское оборудование. Да даже и здесь, на чашках этих наушников, индекс DJ непременно присутствует. Однако, да будет нам с вами известно, что серия HRM существенно отличается от всех имеющихся пионеров и позиционируется в первую очередь не для диджейнга, а как раз таки для студийного использования. Для справки, в серию входят три модели 7, 6, 5, где семёрка является флагманом и немного отличается внешне от младших. Далее, диджейнг и бытовое использование, разумеется, не исключается. А всё потому, что инженеры компании всё продумали до мелочей и выдали технические показатели с расчётом, так сказать, на массового слушателя. Ну вот, к примеру, сопротивление 45 Ом позволит успешно подключать их практически к любой аппаратуре, а частотный диапазон от 5 до 40 тысяч герц даст возможность услышать все самые тонкие штрихи и детали в музыке. Ещё модель сделана очень качественно из приятно визуальных и на ощупь материалов. Оголовье регулируется очень просто. Наушники сидят на голове просто превосходно. Весят они 265 граммов, но поверьте, комфорта при этом здесь намного больше, чем у некоторых наушников весом меньше. Что ещё? Наушники имеют складную конструкцию плюс вот такую замечательную сумочку, что очень здорово в плане хранения и переноски. А также в комплекте имеются аж три провода на все случаи жизни. Трёхметровый прямой, метр двадцать витой, который растягивается на те же три метра, и прямой короткий метр двадцать, для прослушивания, например, в поездках. Ну и последнее, что надо сказать, это их стоимость. На момент съёмки этого видео ценник крутится в районе двадцати одной тысячи рублей. Нельзя сказать, что это дёшево, поэтому давайте отправимся их слушать и тестировать, а уже потом и поговорим, стоит оно того или есть какие-то вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, товарищи, давайте будем подводить итоги. И прежде чем показать вам картинки графики с замерами основных показателей, которые нам любезно предоставляют наши коллеги и друзья из компании Reference Audio Analyzer, хочется сказать, что звучанием этих наушников мы удовлетворены полностью. И что касается комфорта, да, ещё раз скажу, что сидят они очень удобно, никакой быстрой усталости не вызывают. Ну а теперь всё внимание на экран. Первое у нас это чувствительность. Она оказалась равной 117 дБ, что сообщила нам о том, что эти наушники громче на 5 дБ большинства полноразмерных наушников. И действительно, послушав на нескольких источниках, громкости хватило везде и более чем. Так что с этим всё в порядке. Дальше. Сопротивление. Вот так оно красиво выглядит на графике. И что касается самих цифр, то тут тоже всё в норме. Производитель объявил 45 Ом. Наши коллеги намерили 43,7. 1,3 Ома улетели на провода и переходники, что является совершенно нормальным явлением. Ну и, наконец, амплитудно-частотная характеристика. И, в общем-то, всё то, что вы сейчас видите, целиком и полностью отвечает тому, что мы только что слышали. Низ присутствует, он плотный, середина очень аккуратная, без каких-то неприятных неожиданностей, ну и по высоким. Читаемость увеличивается за счёт подъёма 6500 Гц. И дальше всё звучит аккуратно и без всяких ненужных всплесков. Конечно, друзья, вряд ли вам удалось услышать всё именно так, как услышали это мы, поскольку микрофон, каким бы он хорошим не был, не в состоянии в полной мере передать всю достоверность информации. Поэтому при выборе наушников самым лучшим способом протестить их под себя, это поход в магазин. Но, тем не менее, касательно этих пионеров, они действительно хороши. Звук яркий и сочный, в достаточной степени громкий. И опять-таки, наушники очень удобно сидят на голове и плотно прижимаются к уху. При прослушивании утечки низов не будет, плюс на записи в микрофон ничего не попадёт. Вот на этом, пожалуй, и всё. Пишите, задавайте вопросы, если они у вас появились. Спасибо, что остаётесь в компании с нами и до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok